Друзья, всех приветствую! На канале Ванна СПБ сегодня будет достаточно короткий ролик о важности подготовки поверхности перед нанесением наливного покрытия. В качестве примера у нас советская ванна длиной 150, без реставрации в прошлом, но в достаточно плохом состоянии. Нижняя часть ванны ушатана кислотными моющими средствами. При этом вы покупаете новые ванны и все равно ушатываете их этими средствами, хотя в гарантийном сертификате, где описано, как правильно ухаживать, написано, какие средства нельзя использовать. Это именно кислотные агрессивные средства. Итак, начинать работу стоит с аккуратной и качественной очистки стыка ванной стены. Как правило, в этом месте навалена куча старого герметика, там уже плесень, либо это керамический, плиточный, либо вот такой ПВХ, как в данном случае, надо демонтировать. И чтобы не зависнуть на этом этапе работы на полдня, если вы пытаетесь очистить каким-то там дедушкиным скребком, то как минимум заточите этот дедушкин скребок. Ну а в идеале, конечно, использовать специальную химическую смывку для силиконового герметика или клея, либо использовать хороший канцелярский нож с лезвием 20 миллиметров. 20 миллиметров — это ширина лезвия. Надеюсь, это понятно. Очищать нужно прям вообще полностью, потому что от гези нет абсолютно никакой. Если останется хотя бы кусочек клея или герметика, то в этом месте акрил не приклеится, и есть возможность отслоения со временем. Семь потов с меня сошло, демонтируя этот старый бордюр, а я еще даже не приступил к основной работе. После очистки от бордюра и остатков клея можно приступать к шлифовке поверхности. По-любому кто-нибудь захочет сделать самостоятельно эту работу, и обязательно используйте болгарку с регулировкой оборотов, если не хотите лишиться глаза или пальца. Ну, во-первых, шлифовка на 4000 оборотов, она более щадящая для поверхности эмали ванны, во-вторых, она безопасная. И обязательно используйте источник дополнительного освещения. В моем случае я использую недорогой комплект видеосвета на штативе. В идеале еще иметь налобный фонарик. Так, ладно, со светом вроде разобрались, можно начинать шлифовку поверхности эмали. Издалека этого, конечно, не видно, но при ближайшем рассмотрении, максимальном увеличении, хорошо становится понятно, что эмаль как наждачная бумага. И, в первую очередь, это небезопасно и, конечно же, негигиенично. В этих порах большое количество всевозможных микроорганизмов. И, кстати говоря, в большинстве случаев отслоение наливного акрила от эмали ванны происходит как раз по причине того, что в порах эмали оставшиеся микроорганизмы начинают бурное размножение и, соответственно, от их жизнедеятельности, из-за их жизнедеятельности отслаивается покрытие. Поэтому шлифовка для придания эмали шероховатости это уже вторичное дело. Основное это удаление микроорганизмов. Шлифовка дело тяжелое и очень ответственное. Этот этап работ может занять спокойно час. Ну, а если каждые десять-пятнадцать минут к вам залезает какая-нибудь кошка или собака узнать, как у вас дела, то тут и два часа. После шлифовки всю поверхность ванны надо очень хорошо прогреть с помощью горячей воды из душа. Причин тут две. Основная причина это удаление пыли из воздуха. Соответственно, после шлифовки эмали в воздухе в ванной комнате достаточно большое количество мелкой пыли. И при взаимодействии с паром эта пыль абсорбируется. Ну и, соответственно, проще говоря, она просто падает на пол, либо приклеивается к стенкам. Ну и, соответственно, испарение остатков влаги из самой эмали в ванной. То есть, вы ванну нагреваете, она в себя тепло забирает. После этого, просто-напросто, пока она остывает, с нее испаряется абсолютно вся влага. Ее не нужно протирать тряпочкой, а нужно только обезжирить перед нанесением наливного покрытия. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите сами начать заниматься этим делом реставрации ванн, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в инсте, в ютубе, смотрите в мой профиль в тиктоке. Продолжение по нанесению покрытия по этой ванне будет в следующем видео. Все, друзья, до новых встреч!